Как старобрядцы, ну, поднавесишь такие на них, береги, которые тебя задушат, даже не встанешь, как у Ринарха Ростовского. Милость Божия настолько велика, что она захватывает весь мир и меня с собой тащит. Вот я сказал, какие. Ну, иногда я употребляю очень часто слово Серафима Саровского. Ему говорили, почему ты смог так сделать, а мы не смогли. Он говорит, не хватает решимости. У каждого из нас должно быть шесть качеств лидера, лидера, то есть передовика, ведущего за собой других, ну, кажется, пионера в любой области. Загибай. Первое воображение. Есть у меня у тебя воображение? Мы воображаем теперь, мы поедем туда-то, так-то, там падшие люди, там не примут. Я должен всю картину в развернутом виде подвести до конца. Первое. Второе знание. Мои знания должны быть глубокими. Я должен знать Святых Отцов, Канону Серкви, Библию. Знания. Третье. Умение. Как это все применить на практике? Где сказать? Где промолчать? Как притворить это в жизнь? Четвертое качество. Решительность. Я сказал, поеду, приобретем грузових, а денег нету. Ну, нету. Нету, я уже к вечеру достал деньги. А ведь это гречи нету, не 200, не 100 тысяч. Мы купили. Дальше. Того нету, Евангелия нету, где-то будут. А как? Откуда я же молюсь? И вдруг открывается в Иркутске, и ответ приходит. Решительность. Наберется группа, тот не поедет, этот не может. У этого не знаю я. Я молюсь, и вдруг один соглашается, второй, третий, четвертый, команда собрана. И вот мы все. Ну, конечно, я накопил книги свои. Представьте, автор приходит, дарит. Не просто дарит, автор. Это совершенно другой нюанс. Ну, это мой труд. Ты сделай по-другому как-то. Там, книги напиши или набери, или я не знаю как. Но у меня именно вот так. У меня мощнейшая подготовка. Тыл. Все знают, все молятся. И мне нравится пятое качество, но оно должно быть беспощадность. Так я христианин. Ты должен быть беспощадным. А к чему беспощаден? К разгильдяйству, к неиздержанию слова. Мы с тобой договорились. Почему тебя дома не было? А у меня жена лет. Я вас сметаю с дороги. Сиди с ней с женой, держи за юбку. Мы решили ехать. И к этим, которые не держат свое слово, я должен быть беспощаден, чтобы спасти остаток корабля. Понял? Я должен быть беспощаден к самому себе, к своим недостаткам. Привлядываться. Ну и последнее, труднее всего у людей приобретается. Шестое качество. Привлекательность. Привлекательность образа лидера. Вот меня сейчас нету. Меня качеством этим Бог наделил. Меня нет в лагере. Но все там идет так, как я назначил. Я постоянно в эпицентре событий. На деревенское собрание там идет, нападает. Нападает там Володя Устинов. А я в эпицентре событий. В первую очередь на меня нападает. А меня там нету. А уж Валя там все позвонит. В лагере лидер. Я сейчас где-то ушел. Вокруг меня в интернете все вращается. Вот так вот. Меня там нету. Привлекательность образа. Она достигается на коленях. У меня жесткий подход ко всему. Я люблю треугольник. Треугольник – самая жесткая система, которая никуда не падает. И вот эта троищесть, триада, она должна у меня проявляться с утра до вечера. Мы выезжаем. Там начинает под ногами кто-то путаться. Я прошу отодвинуться. У тебя нет, значит, я обязан тебя селом сдвинуть. У нас препятствий немало бывает. Вот Сережа заходил с собакой. Мы два раза чуть не расстались. Один раз я его полностью отстранил. Он начал осознавать. Но я не принимаю. Там тогда он через батюшку ему подсказали. Батюшка начал ходатайствовать. Ну, пусть и как, возникает и все. Мне это не надо. Я беспощаден в этом. Тактика выработана. Вот сейчас, сейчас, куда поедете? Без него я не могу ни одного не сказать. Вот они меня спрашивают никак. Николай. Он за рулем. Сейчас карту мы ее раскроем. Он назначен. Тут мы будем тогда решать, как лучше. Без него я не могу шагнуть. Потому что я признаю его приоритет. Давай. Бумагу записать. Даю человеку одному визитку. Ну, где только могу так. Да. Все, как бы, знает, что я верующий. Много о чем говорили. Он взял, так посмотрел. Ну, там, в озере с полным троекратным. О, а вы что, не православные, что ли? Ну, и что я дальше? То есть, ну, у человека, как бы, вот, про что вы и говорили, абсолютно все скучно. То есть, он даже троекратно даже не видел. О, а что вы не православные? Ты ему расскажи. Апостольское правило 50-е. Как и должно быть. Апостольское правило 50-е. Если не в три погружения, а еще не в три погружения, да будете извержен поп. Не я. Я не крещу. Я ни одного человека не крестил. В этом нет нужды. У нас креститель есть, батюшка. Величайшее горе человеку потерять связь со Христом. Он беспомощен. Он по инерции еще движется, пытается говорить, но он давно мертвец. Он может бежать, проявлять активность, а там все мертво. Оно не принимается. Он не соответствует тому, что говорит. У него все перевернуто. Вот он, диакон, разобрались, уже три года не причащается. По нашим правилам, если в течение года человек не причащался, он обязан стоять соглашенными. Так а я просто соглашенными. Дальше батюшка разберется. У тебя нет сил, ты мертвец. Зачем ты тут стоишь? Христос повелел. Вот мы все сегодня причастники. Это батюшка настоял, что мы думали ехать в пятницу. И мы сразу покорились маршрут, график сменили. Батюшка сказал правильно. Я думал, в какое-то место ехать. Иду, батюшка говорит. Я думал, до определенного, до Урала. Звонил Иван Суворов. И он ждет в гости-то. Ответ пришел. Ну-ка, смотрим. Ага, оттуда. Теперь оттуда поворачиваем на Москву. У меня мгновенно вся картина нарисовалась. Я хотел и дергался буквально в рассуждениях. Не могу никак понять, как нам попасть на север. Теперь второй дорогой поднимаемся, мы сразу уходим на север. Все. Я от батюшки принял это как глаз Божий. Я должен, как лидер, быть очень внимательным к слышанному. Иногда что-то не решается. А он сказал так. Что ты сказал? Решение вопроса пришло. Вот оно где. Мне это не приходило. У нас опыт разный. Я даже не могу сказать, насколько разный. Но Богу угодно было через него сказать. А мое дело раскрыть уши и послушать. Вот это создает привлекательность лидера. И он понимает, и другим скажет. А было так решено. Я даже сказал, он сразу ухватил это. Понимаешь, как? И в его глазах, может быть, он сам возрос. Откуда я знаю? Мы решили, согласно Слову Божию. И мы делаем это дело. О результатах нам не дано заботиться. Мы сеем. Поливаем. Но все ничто. Все Бог возвращающий. А сколько человек обратилось? Не знаю. Священник один раз пошел в лагерь. И говорит, я 470 человек крестил. А вы сколько? Я говорю, я 17 лет работаю, не просто посещаю. Я тонны груза завез туда. И ни одного не крестил. Не только не крестил, а не подготовил. Готовых нет. Как так? За 17 лет никого нет. А что ж вы так ходите? Повеление Божие исполняю. Я слышу голос Божий, я обязан выполнить его. И в конце молитвы мы останавливаемся, молчим. Господи, говори, слушай, трап твой. Я должен расслышать через сердце. Ни голос, ни жужжание. И Бог полагает. А бывает, что нету. Бывает, нету. Мне одна женщина с Италии пишет. Я решил оттуда выехать. Когда-то вышла замуж. Теперь дети выросли, неверующие. Выезжать мне или не выезжать? Я слышал, а вам Бог отвечает. Да, мне Бог отвечает. И вы могли бы мне сказать? Могу. А когда? Не знаю. Проходит вместе, она звонит. Опять. Ну что? Я говорю, ничего, ответа нету. Я каждый день взываю к Богу, Бог молчит. А когда ответит? Откуда же мне знать? Бог мне не доказывает. Она еще однажды. И опять. Ответ пришел или нет? Я говорю, нет. Только ответил нет, встал на молитву и ответ поступил. Я сказал, раз, сей в Италию. Ответ поступил. Ответ полученный. Но ты его должна выполнить. Вот ты спрашивала. Теперь ты от меня ждешь, как проводник от Бога. Вот слушай. Вот место Писания. Я ей показываю. Премудрость Соломона. Я тебе этот стих отдаю. Я своего ничего не сказал. Но ты с этим стихом теперь пойди к духовнику, своему священнику. Предложь на рассмотрение. И как он скажет, так поступи. Ты понял меня, какой? Я его не знаю, батюшка. Она к нему может плохо относиться. Я сделал все по ранжиру. Не затронул его благодатности. Надал место Писания. Я не сказал, выезжай или не выезжай. Мне не дано это. Мне положено на сердце, что этот стих относится к ней. В данной ситуации он на первом месте. А теперь иди к батюшке рассуждай. Все, я отошел. Теперь буду молиться, чтобы батюшке Бог положил на сердце, как правильно ответить. Я работаю очень осторожно и медленно. Люди, которые я знаю, в другой раз. Я вопрос такой вроде... Ответа нет. Ну, личного вопроса. Ответа нет. Ну, вот я задаю вопрос, а вы не отвечаете. Почему? Потому что я не молился. Я не могу ответить. Я ответить могу. Ну, я отвечу от ума. А тебе-то ты пришел не за моим умом, а за Божьим, наверное, ответом. А у меня ответа нет. Понятно? И это все создает шестое качество привлекательности лидера. Меня не будет. Они будут вспоминать, как он осторожен был. Это упамывает. Три месяца проходит. Брат прочитал одно местописание и говорит. Хочешь видеть неблаги, удержи язык своего зла и уста своего от лукавых речей. И он говорит, брат, а что ты на занятия-то не ходишь? Он говорит, я еще эти слова не проглотил. Я каждый день учусь молчать и никого не судить. И три месяца. А еще, говорит, во второй класс переходить, когда я первый не прошел еще. Это Памба сказал. А ты этого не знаешь, потому что житья не считал. Но сегодняшний день ты уже знаешь, запоминай это. Это не библейский персонаж. Но он у православия святой. А каждый призван быть лидером. Каждый. Каждый. Абсолютно каждый. Ты должен вести себя. И ты сам для себя лидер. У тебя есть жена. Ты ей глава будешь. А когда ты лидером будешь учиться-то? У тебя есть дети. А нет, ты будешь вести. Ты идешь в мире, в автобусе. Ты лидер для всех. Примером должен показать. Первый, кто пришел, кому свидетельствуешь. Ты лидер. Лидер означает лидер вести. Вот и веди. А жена в чем лидер будет? У нее не жена, то у нее другое. С родителями, друзья, близкие. И Анна Златоуст говорит. Пришел ты из Сверхи, не спеши там на пироги-то. А ты что слышал, передай жене, слугам. А жена передаст служанкам. Она передаст. Ты обязательно найдешь тех, которые желают слушать. В поезде, в вагоне. Едешь где-то. И разговор заведи. Там у нас был один такой, как юродивый, в Пензе. Его звали Микиша. Никишенька. Видимо, его звали Никита. Ну как, Никишенька, поживаешь там? А все знали, в городе он как юродивенький такой. А он умный-умный. Он отвечает. Да Бог вели ты дальше жить так, чтобы только спастись. Я гляжу, ты шляпу новую купил. Он говорит, да я на шляпу меньше внимания обращаю. Я смотрю, кто под шляпой находится. Кого она придавила. Мы пришли, у него Марфа. Марфуша! Я гостей привел. Дом полный всегда. У него все друзья. Сел. Ну, Марфуша угощай с гостями. И я гость. Сестра там светятся, помогает. Борода большая у него такая. Баптист. Я у него был. И он такой весь вкусный какой-то старик. Понимаешь, ядреный. Щечки у него такие. И запах от него приятный. Я приехал в Москве. Было там собрались баптисты, руководство послушать. Ну, и один из них подошел, поприветствовался. И другому говорит. Вы почувствовали, какой от Игнатия запах? От него хлебом пахнет. А мы поцелуемся, говном воняет. Потому что мясо едим. Я мясо не ем. Это действительно другой запах. И вот этот человек, руководитель, культурный человек. И говорит таким языком, чтобы им всем было понятно. И все улыбались. Сделал сравнение. Он меня возвысил. В глазах их. За что? Но я это подготовил сам. Что я давно, уже десятки лет, там 30-40 отказался от мяса. И он это подметил. А как сказать тому, который в этом нет? Я должен знать. Павел говорит, не буду есть мясо, пить вина вовек. Чтобы, вот, ты услышал? Вот с сегодняшнего дня начни и на весы, и на весы. Ты увидишь, как по поросящи завяжет эта платяшка твоя. Не могу, упаду. А ты, вертись, скажи, врешь, обманщица можешь. Мало ящить, мало пиздрово будешь. Ты, мам, папа...